И отвечая, весь народ сказал, кровь его на нас и на детях наших. Мы не можем оспаривать эти слова. Почему они так сказали? Обычно так не говорят люди. Ну погиб и погиб, закон приговорил, причем тут дети, да еще и кровь его на нас. А это в обычае евреев было, мы сейчас посмотрим по разным местам Писания. То есть это высшая клятва, что если что-то не так, я и детьми клянусь, пусть дети мои погибнут. На это шли. То есть мы согласны, что если это царь, пусть наши дети будут наказаны. И вот Иоанн Златоуст тщательно разбирает это слово. Я никогда об этом не думал. Ну сказали, да и сказали. И говорят, за что гнал Гитлер евреев? За что Сталин устроил такую рубиловку им, дело врачей, что ли? А вот за то, что они сказали, кровь его на нас и на детях наших. Можно сомневаться, говорили они или нет. На Евангелии говорит, говорили. А дальше, а какое я отношение имею? Как сейчас говорят, за дом Романова дали клятву, за все. Ну тебе дядь дали клятву, пусть отвечает, а я при чем? Сын-то за отца не отвечает. При чем я? И вот Священное Писание нам показывает на кровь. Вообще о крови людей спросить, что ты знаешь о крови? Как будто все знаешь, а спросишь, ничего и не знают. Ну кровь трудно отмывается. Где кровь пролита, надо разную химию применять. А еще что? Ну кровь за кровь. Это в мусульман так есть, в евреях. Больше это не знает. Самое главное, что две тысячи лет назад была пролита кровь на Голгофе. И этой кровью, кровью возрождается души две тысячи лет. Кровью. Вот представьте, что в кабинетах сидят следователи. Ты допрашивал христиан, да, допрашивал. Ну и почему они тайно начали не собираются? Тайно значит что-то нечисто за ними. Я тоже так думаю. И что они там делают? Ну некоторые пытки не выдерживали и говорили, а мы там кровь пьем. Кровь пьете? А вот вы значит здесь. А если на самом-то деле, ну можно было бы это как-то убрать-то? Гонение-то смертельное было именно за это, что они убивают младенцев. А почему? А так и было показано введение. Священник ведет службу и в это время заколается агнист. Младенец заколается и кровь из него берется. Основание это было подано очень сильно. Но никакой поправки не внесли. Так все и осталось. И все гонители ушли в небытие, а мы и так причащаемся тело и кровью Христовой. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Кровью его смыты мои беззакония и преступления. Кровь. Религия крови. Никогда, нигде этого не было. Как это? На крови. А кровь христиан нестемляет христианство. Вот сегодня нигде гонят и прибыли никакой нету. Стало все засыхать. Нельзя об этом говорить. Страшно, но получается по смыслу гонения нужны. Гроба нет, дождя нет, ничего нет. Кровь христиан, семя христианство. Но без семи это ничего и не растет. Просить не надо. Просто констатируем факт. Иисус Новин 2.19. И если кто-нибудь выйдет из дверей дома твоего, вон, того кровь на голове его, и кто будет с тобою в твоем доме, того кровь на голове нашей, если ща рука коснется его. Эта речь шла о доме Раале, готовилась к наступлению на город Ерехон, ей сказано было заставить родственников, чтобы не один не выходил. Он вынес, кровь его на нем. Но здесь речь шла даже и о детях. Считать, что за это гонение, нет. А это все-таки легло на тех, которые сегодня его не принимает, Иоанн Заталов говорит. И рассуждение очень сильное. Когда люди согрешали, отступали от Бога евреев, Бог слал их на них в казни, 20-30 лет в плену. А в то время было 400 лет, когда Заталов был. И он говорил, 400 лет. Какой вы грех могли сделать там, 400 лет назад? Пророков не убивали, идолов не строили. Ну, история, говорю. Ну, за что вас Бог развеял по миру, и вы не можете собрать за 400 лет? А сейчас уже 2000 лет. Значит, вы убили не пророка. Значит, вы не книгу какую-то уничтожили, не идола построили. Вы отреклись от Создателя Мессии, который пришел, и вы посягнули, как Бога убийца на самого Бога, на Бога человека. Судя по наказанию, это легко понять. Результат-то какой? Ты не просто выдернул где-то щищенку какую-то, а из плотины выдернул. А дальше начала вода просачиваться, и все. А одно дело, где-то ты дома там, в кучу дров взял. Другое дело, когда это сдерживало плотину. Грех сдерживался с чем-то. А вот теперь все было распаковано. Грех явно вышел наружу. Евреи орались без защиты. И весь мир ополчился на них, как и на христиан. Но христианство-то распространилось, а они по-прежнему стоят 13 миллионов. Дальше в них не идет. И храм не могут построить. Из Икин 23-37. Ибо они прелюбодействовали, и кровь на руках их. Если бы убивали, а то прелюбодействовали. Прелюбодействие означает измена. Измена Богу. Бог нас наневестил в себе. В крещении священник три раза спрашивает, сосчитываешься ли? Ответили, да, сосчитываюсь. А потом еще три же. Сосчитывался ли? То есть факт бракосочетания. Признаешь действительным? Да. Ты веришь, что Христос твой жених? Конечно. Ты веришь, что теперь твоя душа жена его? Да, сосчитывался. Вот что означает. А когда измена идет к Христу, люди живут не по заповедям Божьим, кровь на руках их. Это измена. Почему? А смерть твоя. Смерть, кому соблазн подал. Мы далеко не хотим рассуждать, а надо увидеть. При любое деяние нет крови. Почему? Он говорит, кровь на руках их. А потому что за измены всегда следует смерть. Старозаконие 24.16. Отцы не должны быть наказываны смертью за детей. И дети не должны быть наказываны смертью за отцов. Каждый должен быть наказан смертью за свое преступление. Я говорю о смерти, о преступлении и о траве. Господь нам сегодня указывает на наш грех. Но мы вспоминаем, как наши прародители подвели вот к этому. У кого из наших дедов было Евангелие в доме? На понятном русском языке. У нас не было. А Златоустка бабушка где-то считал наш. Второго, видимо, ничего не было. Я его не захватил. Сектанты могут показать. Но они же сектанты. Вот в том-то и дело. Не будут ли они для нас посолить сославское обречение на Суде Божьем? Это тоже не надо со счетов скидывать. Люди, которые в деканте были, они говорят, а я слышала, мама мне высяла Библию, повторяла. Они так и поют. Повторяла мне она. Крига там от Бога дана. У нас этого не было. Псовский был, часовник был, когда дети рождаются, как называть. И мы несем по сравнению еще за отцов своих. Ефесянам 6.4 И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в мучении и наставлении Господними. Почему? Иначе за кровь детей придется отвечать. Мы говорим, кровь детей на нас. А при чем? По том, что они воспитаны. Бог просит за каждого. У меня, который здесь есть, у меня будет спрос. Который в твоем доме, с тебя. Не жалейте детей рано поднимать. И Анна Таук говорит так. Ты ночью подними его хотя бы раз. Прочитай две-три молитвы, пусть и короткие. Если не сейчас, то когда? И ответа никакого нет. Ты сейчас заложи в него. Если мусульманку ей три с половиной года спрашивать, кто такие евреи, и она отвечает, обезьяны и свиньи, то в нее это уже вложили. Не вложили, а любовь. В детей нужно вложить любовь к Богу, готовность умереть. Говорить надо чаще о смерти. Ты смертный. Почему детей нужно брать с тобой, где похороны идут? А взрослым очень важно быть там, где судилища, где казни были, как в Китае. Чтобы ты своими глазами видел и примерял в себе. А стероида отцу не зарекайся. Ребенку показывай на то, что в мире происходит. Притом это каждый день. Мы так как кромко идем, слышим, что там ребятишки погибли, там полетели дети отдыхать в Испанию. Сразу 130 детей. Ни один не вернулся. Уже никогда их никто не увидит. Какие последствия? И ты ей дай ребенку понять. Скажи, это могла быть ты. И с чем ты предстанешь пред Господом? Пустите детей, пустить детей можно, но они куда подойдут? Их ко Христу надо, надо о Христе рассказать. Иначе кровь детей погибших будет на нас. Восстаном 3.21. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Чем отцы раздражают своих детей? С чрезмерной требовательностью какой-то. С суровостью. Приходит отец, нетрезвые дети прячутся. Не раздражайте детей. Раздражение идет, когда несправедливо. Я говорю, вчера мне звонит, и его бабка уже допросила. Я его больше всех наказывал. Он чемпион был по наказаниям. И бабка во первом деле спросила, тебя несправедливо наказывали? Нет, нигде. И попросил телефон, и говорит, я благодарю, что меня наказывали, а несправедливо меня не наказывали. Это все по телефону уже сказал. То есть мы сумели это распечатать в ребенке. Это только было начало. Он со сверновкновенным на футбольном поле, потом бросился, прибежал в келью, и опять выругался, я не знаю, что это бес, демон в человеке. Тебе надо молиться. То есть мы тронули только то, чтобы он увидел, что ты не сам это делаешь. И руки твои узководцы. И язык, говорит, скверно, это одержилось бесоское. Ребенок должен понимать, что вокруг его демонические полщища. Он под защитой Божией. Без благословения не выходи ребенку за порог. Благослови, чтобы родители непрерывно обращались за благословением. И я просто вот вчера вещь там был потрясен этим. Я ничего этого не ожидал. Ну а Джалды еще сказал, слава Богу, и теперь нам полегче будет. А оказывается, там пошла работа. Деяние 5.28. Не запретили ли мы вам наклепко учить Ай-Би-Ми-И-Сем? И вот вы наполнили его своим учением вашим. Вы хотите навести на нас крот того человека. Это евреи говорили на послу. И он готов, для того же и кричали, что кровь его на нас и на детях наших. А чего тут испугались этой крови-то? То есть внутренняя в человеке, душа, она говорит, это не просто так против Христа что-то делать. Не принимать Христа сегодня, не идти к получению Христа, это означает против Христа. Против Христа это уничтожать его, бить, проливать кровь и кровь его на нас и на детях наших. Тут просто явно видно уже. Поэтому выхода никакого у нас нет, только один. Уцепиться в завиду Христа и детей к этому приучить. Благословение Господне да будет к нами. 1 Иоанн 1.7. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, ощущает нас от всякого греха. Я бесчисленное число раз обращался к этому стиху, и он у нас в трапезной в барнауге висит. И опять нахожу ловое здесь, что мы ходим во свете, не просто во свете, а как Он во свете. А Он ходил во свете лица Отца Своего Небесного. Ходить во свете, ничего не прятать. Вот приезжают у нас даже родственники. Я говорю, басечка, ты хоть узнал, я работаю. Да нет, говорит, три слова скажешь, даже беседовать не хочется. Слушай, это таяться, таяться. Открытости нет. Подозрительность, а он готов говорить, и что так не разлучает, как подозрительность. Ну, верующийся, я тебя спросил, где ты работаешь? Что ты в этом, какой постепт-то видишь? Да почему просто не ответить-то? А зачем тебе это надо? Купил какую-то вещь, я тоже хочу приобрести. Я спросил, а за сколько ты купил? А какое тебе дело? Фу, да. Верующийся человек так не отвечает. Он всегда перед лицом Божьим, и он отвечает сам-то. Но там еще есть, еще может быть. Надо как малые дети поступать. А как малые дети? А дети малые, они открытые. Как один однажды рассказывает на базаре, не продал яблоки, целый мешок. Остал домой ездить, решил по дешевке продать. И дешево не берут. Походят покупать, а он отвечает. Сколько он? Он говорит, даром вели, мне домой надо уже ехать. Чтоб посмотрел, у меня такие яблоки хорошие, даром отошел. Что-то неладно. Второй, третий, он видит еще, видит ребятишки играть. Мальчику подозрел, Ваня, иди сюда. Тебе яблоки должны надо. Бери. Он тоже набрал, в рубашку завернулся. А можно я подберу, Машку позову? Можно. А та побежала на Мюрку. Налетели, мигом мешок поставили. И обезял на себя пример. Будьте комбетти. Нам трудно поверить, что Бог нам все дает даром. Даром. Он не сказал, идите в пустыню, подвязайтесь, скверх ногами стоите, не ешьте кроме одного корешка 70 дней. Ничего этого нет. Это люди придумали. Нормально питайся, воздерживайся, соблюдай посты. Но самое главное, доверься Господу. Господь любит тебя. И тогда, когда мы ходим во свете, в леса Божия, мы имеем общение друг с другом. Мы не ограничиваем общение свое семейным планом. А вот родственники, придем-то, еще кого-то пообсуждаем. Но самое главное, общение на духовном уровне. А чем тебя Бог наделил? Какие тайные открытия? А что ты сегодня считал? И поделитесь. Вот мы начинаем с детьми обсуждать какой фильм. Бывает, ребенок самый смысл ухватывает. А бывает, он только видит внешнее движение, кто вышел, кто упал. Приучите детей мыслить иными категориями. Для чего вообще этот фильм режиссер поставил? А почему именно вот так там говорят? А теперь переносите на себя. Мы ходим во свете Лицаева, имеем общение друг с другом. Мы должны ощущать недостаток общения. Пишите письма, звоните, разговаривайте. И обязательно покажите человеку, как нас любит Господь. Научитесь хвалиться. Хвалящееся хвалить Господом, что знает Его. Бог побуждает хвалиться. Когда в последний раз я хвалился моим Господом. Что Он дал мне веру святую и православную, спасительную. Откровение. Первая глава. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов нашей кровью Своей. Слава, чести, подхладение. Омывшему кровью. Кровью может запачкаться только, не омыться. Христианство вело новый оборот. Омытие кровью. И это было в руках следователей. В руках тех, которые христиан приговорили к смерти. Вы видите, чем они омываются? Кровью. Ну вы видели, что люди кровью омывали? Нет, от крови омывается. Значит, для них кровь, пить, омывается. Это нормальное явление. Какие изверги живут в государстве? И издали закон. Встретят христианина, христианцу. Никуда не надо везти. Что у тебя из коромысла, ведро, нож, веревка? Хватай и убивай его. Половина имения его, когда найдем тебе половину государства. Наконец вышел такой закон. За что? За кровь. Все исчезло. А кровь христиан дал всеми христианства. И император Константин объявил религию христианскую, государственную. И, наконец, до нас эта вещь достигла. Откровение 5.9. Кровью своей искупил нас Богу из всякого языка, колена и племени. Мы в грехе. Сатана нами обладает. Мы пленники греха. Является Сын Божий. Ему надо нас выкупить. Сатана затребовал огромную цену за каждого. Вот когда Тарас Григорий Шевченко писал стихи, и увидели, какой огромный талант, а он крепостной, то писатели, поэты собрали огромную сумму денег, чтобы выкупить его. А тот понял, что можно на этом нажиться. И Сатана затребовал крови. И не просто крови. И тогда за всех нас кровью своей заплатил Господь наш Иисус Христов. Написано, искупил, выкупил. И когда люди не знают нас, а почему ты так, так сказать, поступаешь? Я ответил, я не могу по-другому поступать, вы сейчас вместе с вами, потому что я куплен моим Господом. Я его наследие. За меня заплачена страшная цена. Вы читали в книгах, когда платит человек за раба, выкупает его, как он рад служить новому Господину. Мы выкупены. Нас не тянет ни пьянство, не все эти разные грехи делают, что люди... Это из рабства греха он нас вывел. Из рабства злобы. Мы легко идем на примирение. Мы с радостью благодарим Бога за скорби, за страдания. Почему? А мы Его на достояние. Ты кто? Христианин. Значит, с каким это надо произносить наслаждением? За это имя, чтобы мы назывались Христовым именем, заплачена кровь Христа. И Он отдал не просто каплю крови, а всю, за последние капли крови. И Он умер за нас. И поэтому на меньшее в нашем отношении к Христу Бог не согласен. И мы должны приготовиться. Не просто веровать, но и страдать. И не просто страдать, а и умереть, быть готовыми за Него. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...